В этом видео мы поговорим, с чем связаны аллергические реакции. И я вам покажу три способа, как снять зут и отечность при аллергических реакциях, в особенности даже тогда, когда развивается отек квинки. Более подробная информация вас ждет на вебинаре. Зарегистрироваться на него можно здесь. То, что прогрессивное человечество с 1906 года знает под названием аллергия, то есть воздействие чужое, по большому счету, людям известно с незапамятных времен. А если мы обращаемся к памятникам, а мы обязательно должны обращаться к медицинским памятникам, то один из старейших медицинских памятников аюрведа, аюрведической медицины, говорит о том, что такие явления людям были известны давным-давно. И со времен аюрведической медицины известен большой противоотечный треугольник, который как раз таки широко применялся в аюрведической практике для купирования таких состояний, которые известны вам, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, как банальная аллергия. Но банальная аллергия по своему названию, но течение у нее зачастую бывает очень разное и печальное. И для того, чтобы снять общее состояние, это отек, зуд, чихание, моргание от слез, желание почесаться, поискать на себе что-то такое лишнее, в лучшем смысле этого слова, заставило врачей, которые исповедовали аюрведические практики, разработать эту методику. И она очень простая, она очень доступна, и вы ее можете легко пользоваться своими руками. Это так называемый, я уже повторяю, треугольник противоотечности. Что мы для этого должны с вами сделать? Если вы чувствуете у себя воздействие пыльцы, если вы чувствуете у себя отек в горло, если вам постоянно хочется чихать, у вас постоянно слезотечение, у вас чешутся уши, у вас чешутся горло, у вас состояние близкое к отеку к венке, помните, пожалуйста, о том, что у вас есть два якоря. Один якорь находится справа, рёберный якорь, вот он находится буквально по середине границы между передней стенкой живота и боком. И второй якорь, который находится ровно так же, только слева. Что мы с вами делаем? Вот таким вот образом ставим сюда на край рёбер свои пальцы, четыре пальца с одной и с другой стороны, глубоко вдыхаем, резко выдыхаем и в течение 5 секунд не дыша, продавливая у себя эти места. Продавливая у себя эти места. Продавливая у себя эти места. Не дыша. После того, как вы восстановили, после продавливания у себя этого дыхания, возвращайтесь, пожалуйста, к точке, которая вам наверняка уже известна. Это точка бодрости и здоровья. Она находится в рёберной вырезочке. Работаем на неё, воздействием на неё в течение 90 секунд по часовой стрелке по отношению к вашему телу. Вам кажется, что мой палец движется наоборот, а на самом деле эта камера искажает и вы вот таким вот образом двигаете у себя. Для того, чтобы вы легче могли понять, что такое по часовой стрелке, возьмите свои часы или часы соседа или соседки, вот таким вот образом поставьте на это место у себя и посмотрите, как у вас идёт часовая и минутная стрелка. И вам сразу всё станет понятно. Вам сразу всё станет понятно, как двигаются часы по отношению к вашему телу. Окей? Окей. Поехали дальше. Для того, чтобы усилить действие вот этого треугольника юридического, пожалуйста, не забывайте о том, что у нас есть волшебные точки, у нас есть волшебные точки под названием встреча у озера. Что нам даёт точка встреча у озера слева? А найти её очень легко. Вот у вас край, вот у вас край складочки локтевого сустава наружного и ваша наружная локтевая косточка. Вот в середине между этой складкой находится точка встреча у озера. Вот она. Слева, вот это ровно так же у вас находится точка справа. Если вы правша, начинаете воздействовать на эту точку в течение 90 секунд по часовой стрелке. Я уже показал, что такое по часовой стрелке. И переходите на левую точку. А если вы левша, начинаете воздействовать на левой точке 90 секунд и переходите на правую точку. Имейте, пожалуйста, в виду, что если точечки вы чувствуете болезненность, хоть минимально, имейте в виду, что ваш кишечник и тонкий и толстый находятся в состоянии аллергического слизистого напряжения. Поэтому якоря справа слева, точка бодрости и здоровья, точка встреча у озера. И помните, пожалуйста, о том, что аллергия это состояние в достаточной степени тревожное. И если с ним не разбираться до конца, а в основе аллергических реакций, хоть в аюрведической медицине, хоть в китайской медицине, хоть в тибетской медицине, хоть в системе западно-ориентированной медицине, лежат проблемы с печенью и желчным пузырем. Лежат проблемы с печенью и желчными вводящими протоками. Лежат проблемы с печенью и формированием желчи. От того, как полноценно чистится печень, от того, как полноценно вырабатываются желчные кислоты, от того, как они созревают, как они вовремя накапливаются и истекают в полной двенадцатиперстной кишки, зависит ваша пищеварительная безопасность. Потому что в основе аллергии, по-любому, по-любому, лежат проблемы с пищеварением. То ли это на запах аллергии, то ли это на бытовые какие-то моменты, и еще на какие-то раздражители. Помните, пожалуйста, о том, какую бы проблем мы не брали, пусть это шерсть животных, имейте в виду, это кератин, это у нас состояние шерсти. А что у нас состояние шерсти, это определенное, определенное органическое соединение, на которое, опять же, реагирует желчь. Пищевая аллергия, это несовместимость продуктов, на которые тоже реагирует желчь. Химические раздражители, это уже обонятельные вещи, на которые тоже реагирует желчь. Помните, пожалуйста, о том, что аллергический треугольник и точки встречи у озера замечательно помогут вам на этапах скорой помощи избавиться от этих проблем, помочь избавиться от этих проблем. Но систему восстановления почтеварения никто не отменял. А подробно на эту тему, уважаемые коллеги, мы с вами будем говорить на нашем ближайшем вебинаре, ссылочка под этим видео, на котором мы расскажем вам об актуальных проблемах борьбы с аллергическими реакциями. Регистрируйтесь и милости просим!